Статистика детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий неумолима. С начала года сотрудниками первого взвода Донского отдельного батальона ГИБДД области выявлено около 1200 нарушений, связанных с перевозкой детей до 12 лет. В связи с этим дорожные полицейские ведут регулярную профилактическую работу, направленную на снижение тревожной статистики. Есть небольшое снижение, то есть профилактика дает свои результаты, работа с участниками дорожного движения дает свои результаты, работа на детских дошкольных учреждениях, работа со школьниками, работа с родителями. Помимо профилактических занятий в дошкольных учреждениях, сотрудникам ГИБДД приходится в прямом смысле слова выходить на дорогу с разъяснениями для нерадимых водителей. Полчаса, проведенных нашей съемочной группой в районе Оксайского моста, показали неутяжительный результат. Из 10 остановленных автомобилей с маленькими пассажирами, в 8 из них отсутствовали детские удерживающие устройства. Оправдания этому водители находят разные, при этом признавая, что рискуют жизнями собственных детей. Результатом пренебрежения правилами перевозки маленьких пассажиров зачастую являются тяжелые увечья и даже смерть, показывает статистика. Несмотря на это, многие водители не считают обязательным использовать детские автокресла и другие удерживающие устройства. Прекрасно понимаю, к чему может привести то, что мы перевозим детей без автокресел. Просто так получилось только сегодня. Вообще у нас есть все автокресла на двоих детей, но и обещаем вам, что больше такого не повторится. Акция «Внимание, дети!» на территории области проводится регулярно. Как следствие, значительное снижение детского травматизма в результате ДТП. Стали больше использовать детские кресла, стали больше использовать детские удерживающие устройства. То же самое соблюдение скоростного режима и в целом соблюдение правил дорожного движения теми водителями, которые перевозят детей. Очередной этап акции «Внимание, дети!» на автодорогах области продлится до 15 сентября. Юрий Бабенко, Сергей Зайцев. Главные новости. Юрий Бабенко, Сергей Зайцев.